Всем доброго ранку, доброго шаленого десеранку, для меня так точно. Я встала так уж сегодня дуже рано. Чему я говорю на украинской мове? Сейчас я перейду на русский язык для того, чтобы все меня поняли. У нас сегодня праздничное утро, потому что нашему городу уже Днепр, я имею ввиду, 243 года. Это уже такой прям серьезный возраст, но о дне рождения города мы поговорим с вами немножко позже. Сейчас я иду за покупками частично. Мясо я обычно беру в фозе. Я беру всегда филе или фарш, куриный, смотря, что я готовлю. Дальше мы с вами пойдем на маникюр. Я вам покажу, где я его буду делать. Покажу еще раз девочку, которая мне будет делать маникюр. Может быть, она нам что-то расскажет, тоже и покажет. Посмотрим. В общем, планы сегодня наполеоновские. под хештером все успеть. Не знаю, как я это сделаю, но я буду очень стараться. Смотрите, но здесь вода, овощи разные. Продают все, что нужно. Ну, а тут, кстати, обычно мужчина стоят, такой. Продает, не знаю, овощи, фрукты. Сегодня его еще нет. За молоком я сегодня не успела. Церковь, с другой стороны. Кстати, вот здесь есть про дня белызны. Я хочу как-то зайти узнать. Возможно, я смогу здесь постирать свои вещи. Потому что, как вы знаете, у меня стиральной машинки нету. Какой-то у меня график с 8 до 7 без выходных. У меня нету машинки стиральной. Летние вещи еще как-то можно нормально постирать. А вот с зимними будет проблема. Вот тут у них вход. Она будет зайти, потом узнать. Потому что хочется все-таки, знаете, ходить в чистых, свежих вещах. Ну, руками-то стираешь, но я думаю, любая хозяйка понимает, что руками это одно, а ногами и машинка это другое совсем. У нас такая сегодня очень-очень солнечная погода. У меня утром уже, знаете, были такие сомнения, что это теплое одеть. У меня такой есть классный свитшот красный, помните, мне дарили. Кстати, в этом году же еду в Труцию, хочу тоже еще каких-то себе набрать. Конечно, точно так стильно выглядит. И мне в целом спортивный стиль идет. Вот. Ну, потом я посмотрела, все идут в футболках, думаю, блин, я спарюсь. И реально на улице еще жарко. Лето еще нас не отпускает. Но за следующей недели, я смотрела, будет уже ухудшение погоды. Вот. Что-то я еще хотела сказать. А, про весеннее обострение. Ребята, я там выложила, по-моему, в инстаграме и в фейсбуке пост о том, что там, знаете, и была одна женщина, привет вам большой, которая написала, что хочет меня поставить на место. Что-то еще написала, уже не помню. Я так смеялась, как никогда раньше, потому что думаю, знаете, и пишет мне, слышишь ты, слышу я. Поэтому я никого, кстати, не блокировала. Она там целая опасно писала, типа ты не заблокировала, как можно заблокировать и писать одновременно. То есть, я тебе отвечаю, а ты все равно дальше пишешь, я тебе заблокировала. Логика железная. Что-то только пыли. Что-то, видите, строят, делают. Блин, сейчас уже, сейчас утро и уже жарко. Меня радует, что все-таки вечером будет немножко прохладнее и мы с вами пойдем гулять. Не знаю, как смогу ли я снять эту Полякову и Джерри Хэлл. Ну, в принципе, посмотрим. Чем-то воняет, я не могу понять, чем. Вроде как мусорка, охотные отмены. Все, может быть, так уж и мусор выбрасывала. Все, ребята, день начался. Всем я вас и поздравляю. Желаю вам классных выходных, продуктивных. Включимся уже тогда, когда... А, кстати, нам сегодня президент приезжает на набережную. Сейчас я гляну, может, он уже приехал. Я сомневаюсь, что он так рано мог приехать. Короче, вернемся уже с вами туда, когда я буду, когда я буду делать эти ногти. Видите, у меня уже как отросли. Хорошо, поэтому все мастеры, к которым я сегодня иду, уже заочно вас туда, скажем так, агитирую, потому что реально очень классные ногти. Длинные, длина остается, все держится. Идемте. Уже посмотрим, может, уже президент приехал. Не, я не тоже ради того, чтобы снять. Мне просто интересно. Он сегодня проедет по мосту на троллейбусе и потом вот здесь на смотровой площадке будет там что-то выступать. Что-то увижу, что-то узнаю, покажу. Нет, значит, наверное, не судьба. Пошлите. Ребята пришли на набережную. Скоро, по-моему, приедет президент. Если успею, досижу, досмотрю. Если нет, то нет. Какие-то спортсмены, да, вот, корни. Вообще классно, да, вот так облагородили вот эту набережную. Как хорошо сделали. Собака ищет что-то. Вот эти фонари классные ночью, когда они поздно вечером, вот эти с под земли. Свежий воздух относительно свежий. Там поехал троллейбус, наверное, за президентом. Короче, ребята, мы, кажется, не дождемся. А красивый, да, так не сосенки, свелочки. Красиво у нас на набережной. А мы помешаем куточке. Улыбайся. Вот тут покрасили, вот этого не было. О-о-о, Рубикон. Рейтинг. Там-тан, сосют. Видите, ставят в эти штуки. То есть они только ставят, значит, еще не скучно. А жалко. Фонтан классный, да. О, спортсменник потерял, двоих. Я думаю, что-то речку почистят вот эти штуки. Они почистили. И разобрали еще вот эту, но кораблики, наверное, уже не плавают. Ладно, ребята, мы уходим. Я разочаровах. Они что-то, детки, летом бегают. Ну, может быть. Или как-то. Ну, да. Макалатуру. Ну, знать бы, что буду, знаешь, я бы вернулась после ногтей. А так? Ну, да. Ну, так если к 12, то что, не? Ну, ребята, увы, нам с вами не удалось увидеть, встретить. Ну, я ждала его, так ждала. Он был мечтой моей, остальной. Все, ребята. Не дождалась. А там людей все больше и больше становится быть. Я так понимаю, где-то через час он приедет. А я иду на ногти. Жалко, конечно, мне бы хотелось увидеть, мне бы хотелось услышать то, что там будет говориться. Но, но, но. Тут открыли какой-то магазин-партнер. Что-то тут продают для мужчин. И там просто здесь была. Я, в принципе, вам показываю сейчас дорогу, как дойти до Вероники. Она переехала в другое помещение. Вот. И переехала в другое помещение, в общем. Насколько я знаю, что она уже практически доделана. Она уже там стрижет, ногти делает. Я не знаю, может, красит уже. Но Вероника очень такой, знаете, интересный и целевостремленный человек. Даже когда там долгое время чего-то не получалось. Но она все равно стремилась и в итоге получила, не знаю, все ли то, что хотела, но, но частично это точно. У нас ремонт одежды. Давайте, наверное, вовнутрь. Или как вам так лучше показать? Ладно, идемте. Мы идем по стороне. Вот на той стороне набережной. Мы идем по противоположной стороне. То есть, знаете, так прогуливаются. Я там видела одну женщину на набережной, она похожа на журналистку. Скорее всего, она и журналистка. Мне нравится, что наш президент исполняет свои обещания. Он сказал, что он приедет проинспектировать мост. Он приехал. Не знаю, что будет итоги этой инспекции, потому что у этого моста очень много спорных вопросов. Но посмотрим. Вот у нас, видите, открыли полностью вот такой комплекс здесь, на моей остановке. Там на следующей остановке АТБ, а это предыдущая. Тут и пицца, и пиво, и продмаркеты, короче. Здесь все-все-все. Что нужно и не нужно. Хочу, кстати, Веронику попросить сегодня мне еще косичку раз завязать. Потому что сегодня праздник, хотим с мамой пойти. Мама, кстати, приехала на денечек, завтра уезжает уже. Тут Алекс, стой. Что-то тут будет. В общем, ну, хоть что вечером выглядит более-менее прилично. Все-таки в люди идем. Вечером пойдем на концерт. Так, вот мы постепенно идем. Вам показываю, как дойти до Вероники. Может, у меня визитка будет, я покажу. Вечером идем все-таки на концерт. Там будет Колякова, Джерри Хэл. Посмотрим. Может, что-то, знаете, поснимаю. Как-то подмонтирую так, чтобы вам показать. Так, вот, мы идем сюда. Честно говоря, я сама не знаю, где именно вход Вероники, новое здание. Ну, сейчас будем искать, или ей звонят. Тут подружки. Овощи, фрукты. Мой додыр. Ну, почему? Привет. А где у вас тут за... Ага. Заходите. Привет. Куда у вас тут заходить? Туда? Дом. Я не дождала Зеленского, Вероники. Я стояла, ждала, ждала. Он где-то через час аж будет. Да. Я же расстроилась. Пишу. Я там полтора часа сидела. А я же... А я пытаюсь привезти к нас, чтобы не знаю, что ты что. А, ну, понятно. А я пытаюсь всем привет навести парафет. Нет, нет. Ну, хорошо, ну, так ты... Ой, это твоя картина, да, вот такие с котами? Смотрите, какие классные. Это вот эти, которые по номерам. Я, кстати, тебе чай не сделала. Классные. Вообще. Чай не хочешь? Не, я не хочу жарко, это что? Вот эту, кстати, косметику еще. Будет в продаже. А у тебя каталог есть сейчас или нет? Смотрите. Профессиональный, кстати, хочу себе тоже купить. Ну, тут профессиональный каких-то всего. Всего есть. Всего. Ну, в общем, можно будет пойти тоже себе тут. Ты отдельно можешь просто заказывать, да? Да. Чтобы люди покупали. А ты тоже часы делала вот эти, да? Нет. Классные всякие штучки. Ребята, вышел от Вероники. Срезик, как у меня. Теперь форму ногтей немножко поменялось. И, 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 и. Вот такая вот надпись. Да, я дерзкая, и чё? А на второй руке у меня просто руки заняты. На второй руке вот. Такой вот, вот, лисеночек. Ну, не то, что ещё такой прикольный маникюр. Мне форма очень нравится. Более, более миндальная стала. Ну, и как течет, как обычно. Всё прекрасно, всё хорошо. Не знаю, всегда от Вероники ухожу уже с хорошим настроением. Мне кажется, это главная, главная цель девушек, либо же мужчин, которые помогают нам становиться красивыми. Мастеров, наверное, правильно. Чтобы клиент ушёл с хорошим настроением, с улыбкой. И с желанием приходить ещё, конечно. Посмотрела, запись идёт, нет? Всё, ребята, иду домой. Есть дела дома, которые нужно закончить. И потом вечером с мамой будем идти ехать на день города. Нашего любимого города Днепр. Спасибо большое, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы очень скоро с вами встретимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok